В этом небольшом зале вся история Агинского бурятского округа. Ценные реликвии, традиционные костюмы, старинные седла и упряж. Для агинчан это вещи, не имеющие цены. Поэтому спрашивать о стоимости изделий здесь не принято. Есть вещи, уникальные и не имеющие аналогов. К примеру, эти платья из конского волоса. Каждая создается вручную и в единственном экземпляре. Это платье только из конского волоса, видите? Если посмотреть, это на седло похоже, это и мыл по-нашему. Вот это, например, натуральная окраска наших коней. Начиная от светлого, кончая до черного. Вот у нас имеются вот такие лошади, вот таких окрасок. Выставку конского убранства и снаряжения в Доме культуры поселка Агинское открыли специально к приезду чтенской делегации во главе с Александром Осиповым и Баиром Жемсуевым. Самому долгожданному гостю провели индивидуальную экскурсию и рассказали о древних традициях. Это сделан из тавурги плёточка. Его, говорят, каждая лошадь мечтает, чтобы её стегали плёткой из тавурги. Вот поэтому тавурга – очень любимое дерево бурят. Познакомили главу края и самым знаменитым конником за Байкале Арселаном Аюшеевым. Свои почти 80, он отличный наездник. Главное, признаётся, найти своего верного коня. А у него он легендарный по кличке Дойонба. От коней зависит, от меня тоже. Тернирую хорошо. Конь живой, я живой. Далее перешли к основной части – отчёту о проделанной работе главы Агинского бурятского округа Бато Доржиева за год. В 2018-й он назвал успешным. Выросли показатели зерна и сена. Однако немало и нерешённых проблем. Всё та же утечка работоспособного населения, плохие дороги. В 12 поселениях – некачественная питьевая вода, долги муниципальных учреждений. Наша основная задача – это по посёлку Агинское. Мы хотели бы, чтобы всё-таки в 19-20-21 году был построен детский зад на 220 мест. Тогда мы проблемы школьного образования решили. И вторая проблема – это двусмены наших школ. В 8 школах Агинского округа 2 смены учимся. То есть 15% детей учатся во вторую смену. Особый акцент Бато Доржиев сделал на нехватке средств для разработки проектно-сметной документации. Такие речи главу округа Баиру Жамсуеву не очень понравились. Хотя выступление члена Совета Федерации не предвещало никакой грозы. И началось вполне себе позитивно. Может, потому что он как раз на днях отметил круглую дату, своё 60-летие? В связи с этим сразу хочу всем напомнить, что люди, в достижении определенного возраста, относятся с большим уважением. Поэтому я сразу же прошу вас простить меня, если я переблю. Будем это оценивать как льготу человека, который достиг определенного уважаемого возраста. Спасибо большое. Шутки-прибаутки закончились, когда сенатор перешел к анализу отчетов главу округа и руководителей районов. Если честно, мне немножко не понравилось некоторое выступление, особенно руководителей, которые основным инструментарием решения тех или иных проблем, которые возникают или в муниципальном образовании, или в целом округе, называют только отсутствие финансовых и бюджетных средств. Я сразу напомню о том, что, опять же, с учетом своего возраста, уж простите меня, да, в 97-м году уже было очень плохо, а бюджет был не сопоставим с тем, что сегодня есть бюджет из-за байкас, края и по муниципальным образованию. Есть такое хорошее понятие, только надо искать выход из этого положения и не просто ходить с протянутой рукой. Александр Осипов был не так категоричен, обошелся лишь рекомендациями. Отметил, нужно правильно расставлять приоритеты и затем постепенно их решать. Одна из главных задач развития овцеводства. Мы с вами видим тенденцию по овцеводству. В личном пособном хозяйстве идет рост, который не компенсирует того спада, который идет в коллективных хозяйствах. Я предлагаю отдельно посмотреть на то, как у нас организованы работы в коллективных хозяйствах, насколько современные там методы управления. В завершение встречи ценными призами наградили лучших работников Агинского бурятского округа.